В Перекопском городке сносят двухэтажное заброшенное здание Минобороны. Речь о бывшей армейской гостинице, или скорее общежитии, рядом со сквером. В былые годы здесь проживали военные со своими семьями. Сейчас работает бульдозер, он загружает обломки здания в самосвалы. Демонтировать осталось примерно треть постройки. К слову, обслуживать здание прекратили уже лет 15 назад. Оно постепенно разрушалось, и его присмотрели в качестве убежища лица без определенного места жительства. Поэтому жители соседних домов были, мягко говоря, не рады. Здесь бомжи, здесь наркоманы, здесь крысы, которые больше чем кошки ходят. И дети, это дорога в детский садик, кстати. И детей водят в детский садик сюда, все ходят на автобусную остановку, как вы видите. И вот уже 12 лет находятся в таком состоянии. Они управляют свою нужду, напьются, потом ругаются, бьют, дерутся и пожары устраивают, греются здесь. Ну сколько можно? 10 лет уже прошло. 10 лет, за 10 лет нельзя этот гадюшник убрать. Ну что это такое? Несколько лет назад рядом с этой заброшкой построили новый сквер с детской и спортивной площадками. Пустующее общежитие портило внешний вид зоны отдыха. И хотя здание освежили краской, проблему это не устранило. И сделать что-то с ним местные власти не могли. Армейская гостиница находилась в собственности Минобороны. С военными городские чиновники вели переговоры, мол, передайте здание на баланс муниципалитета. Кстати, в этом случае, как нам рассказали в мэрии, заброшку бы снесли и расширили действующий сквер. Но оборонка решила свое имущество продать частному инвестору. Теперь местные жители начали волноваться, как бы рядом с их зоной отдыха не появился очередной торговый центр. Я бы хотела, чтобы здесь не было торговых никаких центров в этом доме. Никаких ларечков, лоточков, ничего такого. Ну, потому что как бы... Ну, это плохо всегда, когда торговые центры рядом с детской площадкой. В администрации города успокаивают. На месте заброшки появится обыкновенный жилой дом. Но заверили, что это будет не высокая свечка, а пятиэтажное здание. Для того, чтобы не нарушить градостроительные нормативы и не нарушить вот это сложившееся благоустройство и зону отдыха, здание должно быть построено в пределах существовавшего общежития. То есть пятно застройки должно быть в границах вот этого самого общежития. То есть, поэтому здание, скорее всего, будет либо одноподъездное, либо домоподъездное, не выходящее за границы здания, которое сейчас подлежит сносу. Снос здания – дело пыльное. Несмотря на защитное ограждение, облако пыли оседает на припаркованных по соседству машинах. Строители просят парковаться подальше. Производитель работ нас заверил, что полностью демонтируют здания и уберут развалины за ближайшую неделю. После того, как всё вывезем, начнутся земляные работы, фундаменты и так далее. Кстати, строители нас заверили, работать по выходным не будут, чтобы не мешать гуляющим в сквере. Но окончание строительства нового дома, по словам прораба, намечено на 22-й год. Никита Королёв, Артём Михайлюта, 6 канал.